Привет, с вами Фиксел, мы продолжаем играть в группу названия Бзуба и сегодня будем прокачивать жабку Ромео для такого модного дона на 11 уровень, да, именно так будем, так сказать, это делать, но перед этим небольшое открытие стычков двух легендарных, небольшой вставочек. Первый будет у нас за боевой пропуск прекрасный, да, второй, скорее всего, будет за гемчики. Ну, погнали, с первого боевой пропуска начнем. Надеюсь, что мне выпадут феромоны на кого-нибудь очень крутого персонажа, типа енота. Очень хотелось бы. Ну, глянем на кролика, сколько выпадают жетоны, и на феромоны ни на кого не выпадают. Ну, мы это сбросим, конечно, сейчас акция у меня сброса идет. Видите, сколько феромонов нападало, да? Сколько полезных жетонов нападало, конечно, сбрасываем. Кому ж еще? Как неожиданно, да? Да, любимый мой персонаж, в кавычках. Надеюсь, хотя бы феромоны подсыпят, не? А зачем? А зачем? Чувствую, зря я открываю телегитарные сундуки, ох, как зря. Просто из последних, наверное, трех или четырех открытых легитарных сундуков у меня дважды выпали жетона на Фрэнка. Ков уж еще, конечно, мне нужно бустить слона. Ладно, погнали, еще один сундучок откроем через магазинчик в этот раз. Сундук будет стоить мне 2200 гемов. Ну, этот, я думаю, уже себя оправдать должен, потому что, ну, если он себя не оправдает, я просто... Ох, какая красивая покупочная рамочка, да? Вообще. Ладно, давайте открывать. Просто 2 и 2к гемов, никуда. Ой, поехали. Енотик, приди. Ну, кстати, неплохой вариант. Может и оставим. Оу май, бобра бейт цифера. Кстати, это имба. Это имба, ребятки. Сейчас мы глянем, что там полное по наградкам. Да, на бобра бейтси выпали феромоны. Скорее всего, мы это оставим, потому что, ну, жетоны на хорошего, сильного, крутого персонажа, которого будем качать на 14 уровня. Вроде бы этого должно хватить, по идее. Ну, и, конечно же, ну, на 13-й точно хватит. И феромоны на бобра, я думаю, это тоже стоит брать. Если я сейчас брошу, мне выпадет там на слона или на панду, я буду кричать. Поэтому лучше не будем этого делать. Ну что же, хотя бы один сыночок себя оправдал. Хотя хотелось бы, чтобы с двух сыночков чем-то хорошее выпало. Но, видимо, не сегодня и не сейчас. Итак, ребятки, ну что же. Вставочка закончилась. Да, вы видели, как это было. Вот они, тысячи жетонов на жабку Ромео. Ну, мы отправляемся бустить этого модного красавца. Потому что очень силен. Очень силен персонаж. Я бы сказал, даже чересчур. Возможно. А может, я ошибаюсь. Но пока что мне он безумно нравится. Потому что выцеплять из сквадов противников любого персонажа и шотать его, это приятно. А потом повторять все и опять шотать. Ну и есть такой момент, да, когда у нас такой сперебытный сниг, кто-то прям станет нереальной имбой Ромео. Но пока он не открыт, пока что будем так все пытаться тащить. Но потом это просто будет, наверное, нереальная штука. Ну, посмотрим, как говорится. Посмотрим. Прокачаем сразу в полветку до 12-го. Потому что хочется усиления, да. Сейчас скидочек на Ромео нет. Их давно уже не было, поэтому решил, что их и не будет. Хотя на день рождения зубы могут завести глобальную скидку на всех персонажей. Типа около 30%. Это житель наш нее зубы. Хотя, знаю, разработчиков ничего там не завезут. Вот такого, но надо что-то во что-то верить прекрасно, да. Вот в это я и хочу верить. Ну что ж, погнали. 11 уровень, распределим атрибуты. На кофе, конечно же, наверное, перезарядочку. Здесь дальность не так высока. Хотя, не, пусть будет перезарядка. Будем в ДП сыграть. Больше ронщика в секунду будет в командных боях эффективно, надеюсь. Лук. С луком, конечно, тут все дела стоят интереснее, потому что и дальность хочется и перезарядку. Но, наверное, перезарядка будет сложно решиться. Ладно, перезарядка будет эффективнее. Потому что лук, ну, он такой себе, да, все-таки. Хотя, один выстрел. Сложно решить. Короче, пусть все будет в урон. Ну, перезарядка. Ну, и дробовичок у нас дабл. Кстати, может, когда-нибудь ведут и трипл дробовик. Вот это будет ор, конечно. Гранатку трипута вели уже, да. Поэтому, наверное, тоже возьмем перезарядочку. Дальность у нас и так тут хорош. Хотя, наверное, даже уменьшил. Зацените, просто. Ну, 6% влажных, пусть будет покажем. Так, ну что. Ромео готов. Модный красавец. И погнали его присмотреть теперь в командных боях. Посмотрим, насколько он будет стал сильнее вообще. Потому что на 10 уровне, я вам сейчас скажу, было 1200 на прошлых двух неделях сложно. Ну, короче, на прошлом, ну да, двухнедельном сезоне, наверное, так это говорит. Было сложно, поэтому, надеюсь, 11 уровнем будет попроще. Ну, посмотрим. Как говорится, Ромео Силеон модный. Ботинок на него стоит, поэтому нагибаем. Еще бы на него феромоны поставить было бы вообще классно. Потому что своим прыжком, нет, как всегда, своим прыжком Ромео может позволять делать очень многое. Крайне многое. И поэтому мы попробуем попрыгать. Смотрите, сейчас ловлю Хамелена. Ошибся, ладно. Не словил. Так, бак, завидали, кстати, бака продамажил красивейшим образом. Так, куда-то мертвы пропадать, я не понимаю. А вот он. Умер. Очень странно, Хамелеон. Он вроде бы, знаете, уходит в инвиз, должен бежать по направлению, куда он бежал, а он почему-нибудь-то куда-то пропадает. Очень странный. Ну, у нас 15 бак, у нас я, у нас Яра вроде адекватный. Пингвин немножко не очень. О, самодефибриллятор. Ай, бедные игроки. С косточек, с инструментов перешли на самодефибрилляторы. Еще бы эти, понабирали бы себе прекрасные штучки такие, которые называются. Ё-моё, там, у нас кто-то умер. Яра, как ты могла? Ну, красиво, чё? Красиво очень получается. Хотел я так сказать, но нет, нифига не красиво. Я сейчас почти нулевый по хп-шке. Так, идем в золотом аптечку. Сразу убьем тут противников, захилимся. Прыгнем на эту штуку и добьем ее. До свидания. Фух, как же бак под... Фух, бачочек. Спасибо. А чё, NYX не дорезывает? Ну, вот, вот. Вот же. Уберите, какая гниль. Да, будем говорить уже как есть, ребят. Мне уже надоело эти, так сказать, слова использовать, которые, типа, не оскорбляют игроков. Но вот как есть, говорю. Уже просто сил нету это терпеть. Опа. Жираф пропал, Брюс умер. Интересное, интересное. Движ, как говорится. Натыкали мы тут лучше всего. Ладно, неважно. Фух. Получилось победить. Конечно, Яра так подставилась, из-за нее почти проиграли. Вот не могут игроки некоторые играть нормально почему-то. Вот им надо. Ну, самое прикольное, потому что бак на них всех ворвался. Вроде бы он там какой-то, знаете, движ наводил. Ну, там, конечно, пей потом закинула свою штуку, я ничего не видел. Но я смотрю, у него фулл хп. Потом, проходит время, смотрю, опять фулл хп. Опять фулл хп. И так по кд просто, и думаешь, блин, бак. Как ты там так живешь? Я там просто, знаете, там рядом пролетал на жабе. У меня вжух и... Минус аптечка, минус фулл хп. Ну, по сути, два раза в фулл хп снесли. Че, нормально, да? На боку, а боку, что? А боку, ничего. Он не чувствует боли. Ээ, да, жаба он такой. Тяжелый персонаж. Ну, ничего. Кстати, вот этот момент, видите, вот здесь вот не простреливается, здесь простреливается. А здесь, здесь почему-то это не простреливается. Хотя должно было простреливаться. Странно, странно. Ну, в общем, не знаю, почему так сделали разработчики, но пока что так есть. Портивники опять где-то бегают. О, бочки. Нет, не в бочках. Ну, где же ты сидишь, последний наш друг, а? Нормально, нормально. Два раза промахнутся по бочке. Да, нормально, да? Бува, это даже зуба. Еще бы в бочке попадать здесь. Ай, покушайте седуны. Три минуты за ним гонялись. Вот ради чего? Самое интересное, что мы, по сути, победили один сквад и взял, получили победу, хотя где-то еще два сквада умерло. Как они это делают? Наверное, опять какие-то гений там на круизоны дрались, их друг друга поубивали, по итогу все в зоне умерли. Скорее всего, один кто-то из них убежал. Ну что же, пока себя оправдывает, Ромео, мне нравится. Дабл дробовик это, конечно, красиво, особенно если бы еще легендарно было взять возможность. О, кому-то уже колесико выпало. Не знаю, колесико за вент или сундуков, но самое прикольное, в сундуках, как видели, мне не показывает, что может выпасть смайлики эти прекрасные. Джейд 13, ух. А Джейд 13 мне нравится. А бак, а бак 10 с кофе. Ну ладно. Ну на баке еще плюс-минус кофе адекватно. Ну я, наверное, не знаю. В командных боях такое себе. Хотя, опять же, все зависит от ситуации. Иногда полезно, иногда не очень. Иногда вообще бесполезно. Но наша задача, главное, это сейчас быть вместе с Джейд, потому что Джейд это танк, который нас будет танчить. И надеюсь, она адекватная. Ну, кстати, потому как другая команда, часть команды, реагирует на то, что у нас Джейд 13 уровня. Ой, а какие-то лаги непонятно ли, мне кажется. В общем, ладно, неважно. Мы сейчас золотаемся здесь немножечко. Пока что. Мне кажется, здесь было канистр гели. О, эти двое к нам пришли. Уже радостно. Но хамелеон, видимо, совсем уже потерянный. Вдруг. Вдруг потерялся. Ладно, мы бегаем сжечь. Наша задача эта помогать ей. Как неожиданно так. Как неожиданно хамелеон умер. Вообще. Какой неожиданный хамелеон. Мне не слава. Бастанец. Это 1100. Вот реально надо как-то разделять, как-то этих игроков. Может, какой-нибудь... Такой, знаете, балансный атрибут, который бы... Ну да, это тоже не вариант. Ну, просто был вариант сделать балансный атрибут, который... Который бы... Балансировал бы... игроков, в зависимости от того, как они быстро умирают. Ну, то есть, сколько времени в бою живут. Было бы неплохо. Но... Опять же. Вы можете быть нормальным игроком и умереть за одну секунду, потому что просто так сложились обстоятельства. Особенно в сложных боях, такое иногда бывает. Поэтому, чтобы этого не было, нужно делать все красиво. И этот, конечно, балансный атрибут, наверное, лучше не вводить. Хотя, как по мнению, он все равно был бы правильный. Ну, может, в совокупности с чем-нибудь его довести было бы хорошо. Ладненько. Где же наши противнички? А вот и они. Что такое? Кстати, вы видели, как Джейд стреляет в дробовика? Смотрите. У нее там какие-то... Вот я сейчас, я однокинул, да, всем. И никогда стреляет в дробовика, у него как-то очень странно отображается. Какой-то странный кенгуру. Блин, еще бы я тогда замедлял. Вот просто, верите, у меня кенгуру плюнул один раз. Просто две трети хп улетели. Обычный плевок кенгуру. Нормально, что? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А как против змеи драться? А как против этого драться? Джейд, может, ты расскажешь, а? Блин, я, короче, не вывезу. Меня просто, верите, вот секунды у меня в пол хп сносит. Ну вот, что мне делать, а? Я не вывезу, а? Я не вывезу, а? Джейд, у нас как-то очень странно. А все же это тянулось. Ну, у меня просто с одной гранаты, что-то, в просути. Ой. Ну, видите, вот адекватные игроки немножко, да? Неадекватные по итогу джейд оказалось. Ну вот, бак не врывается, жить не врывается. Дальники нас просто взяли и задушили. Как мы... Я не понимаю, как у них такая вообще логическая цепочка образовывается. Вот, играешь на джейд. Против тебя, команда из пяти дальников. Ворвись. Не-е-е. Не-е, мы дистанцию держать будем. Дистанцию на льду. Против дальников. Типа змеи, которые... Ну, вы знаете, что такое змея. Ну, как, как, как у них это вообще... В голове это вот цепочка образуется. Нечто. Нечто невероятное. У игроков случается иногда. Когда они видят противников. И самое интересное, то что, ну, не только же на меня так играет. Против меня такие вот игроки очень странные. Получается. Не знаю, правда, откуда они такие берутся. И зачем. Для меня это загадка всегда была. И будет, наверное. Ну, поднять рейтинг и все изменить. Достаточно легко. Вам нужно просто куча времени. И, да, и все, и никаких проблем. И больше такие вот игроки седьмого уровня на 1100 плюс вам не попадутся. Конечно, это конец второй недели. По сути, уже у нас сегодня. Прекрасный четверг. Но. Еще три дня. Кстати, возможно, выходные сутки завезут нам два жетона. Я очень этого жду, потому что. Ну, если не завезут, будет тяжело. Очень тяжело. Будет рейтинг персонажем. Да, а что у вас тут? Ну, вы видели? Ну, просто. Любитель сандалей святого. Ой-ой-ой, как я не вовремя впрыгнуто. Да убейте вы, присмотрите просто. Да дари. Черепашка, спасибо. Спасибо, братан. Братан, черепаха не арестнул. Наконец-то. Нужно срочно брать аппечка. Блин, на персонажа нужно постоянно маневрировать и контролировать себя очень жестко. Потому что какой-то неожиданный весовой врыв нужно делать очень аккуратно. И максимум в одну цель. Ну, ладно, в две, но и очень слабые цели. Можно сделать. Но в три уже нельзя. Потому что просто тебя могут, ну, прихлопнуть. Прихлопнуть, причем очень быстро. Я там, в принципе, сейчас все норм делаю. На дальней дистанции у нас все хорошо получается. Хорошо, что я сейчас не прыгнул. Иначе бы у меня были серьезные проблемы. Не знаю, зачем это сделал. Мне просто очень хотелось убить противника. И как бы прыгать было ошибочно в этот момент. У нас есть преимущество в дальней дистанции. О, видали? Я даже в капканницу поставить, но... О, поджечься. Ух, сколько урона же. Видите, дали сколько урона внес? Вот это мощь. Вот это мощь. Орла надо не дать, не дать выжить, потому что... Блин, если орлу дам выжить, то, блин, сколько там противника, а? А у меня аптечек уже нет, е-мое. А вот аптечка появилась отлично. Фух, добили бобра, фух, пронесло. Как же пронесло этот бобер мог сейчас просто задушить весь склад наш. Ну, у нас фуллев, конечно, бесполезно бегает, а так, в принципе, мало авто. Фух. Дамажит, конечно, шап просто нереальные цифры. Смотрит все-все очень круто, но... Но. Получает он в ответку прям бешено. И как против этого бороться с тем, что он бешено получает в ответ? Блин. Блин, а что в 2? Он же был мертвый, как я в него мог попасть? Блин, вот зря я сейчас делал это. Я большую ошибку допустил только что, то, что сделал все не так, как надо было сделать. У него еще аптечка была, ну ладно. Раз у него была аптечка, в принципе, все равно это бы ничего не из них было. Да. Вот такие вот бои за жапку получаются. Лев, конечно, очень странно, но это впечатление, что вообще ничего не делал весь бой. Ну, или мне так просто казалось, не знаю. Надеюсь, что мне так казалось, надеюсь, он был полезным в этом бою. Ну, как вы знаете, лев это такое существо, которое не очень полезно. Если не врывается, не делает очень многое. Ну, я тут, в принципе, уже просто решил добить. А то бы он начал убегать, мы бы за ним начали гоняться. А гоняться за павлином это дело не благородное, потому что... Ну, я вам так скажу, ребятки. Я сам играл за павлина. Когда за мной гонались, я мог спокойно шотнуть сквад. Ну, потому что павлин такой персонаж, который, если одного убил, его начинают резать, и без дефибриллятора, то все. Там сквад умрет почти 100%. Особенно, если они по уровню намного ниже вас, и вы еще все красиво разыгрываете, и они как бы не очень адекватные игроки, то, да, изи развалить павлином соло-сквад можно. Особенно, когда они там, знаете, два склада между собой дерутся. Ну, просто у меня были такие ситуации. Получалось это реализовать, поэтому говорю как есть. Ну что ж, на этом закончим. Вот такой сегодня Жабромео. Имба, как всегда, но имба с минусом большим, это то, что хупе отсутствует вообще в природе у этого персонажа. Поэтому кол адреналина без вариантов нужно брать 100%. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.